Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Глава 3. Маковые поля Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миеле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мария сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца. И принял решение. Нужно бежать. Ну что ж, нам нужны кусачки. Вот они. Да, и голуби руками тут не справиться. А вон наша подруга. Так, собаке, естественно, хочется мяса. 8 мая 1916 года. Бежим, разведываем обстановку. Что же здесь есть интересненького? Тупик. А, тупим у всех. Да, вурубись. Нельзя. Ладно. Итак, мы получили первую запись. На самом деле, наверное, стоит посмотреть и почитать их. Упс. Доступные подсказки. Что-то я не туда нажал. Это исторические факты. Жизнь в лагерях для военнопленных. Даже в плену между участниками боевых действий сохранились классовые различия. Офицеры и простые солдаты содержались в разных лагерях. Пленные нередко голодали. Особенно сильно в тех случаях, когда в ближайших лагерях лагерю района еды не хватало даже мирным жителям. Наих худшие условия содержания были и по воспоминаниям очевидцев на территории Германии и России. Часто пленные заменяли ушедших на фронт гражданских. Их заставляли работать на заводах по производству боеприпасов на фермах и в шахтах. И второе, что мы можем прочитать, это записная книжка. Почти у каждого солдата на войне была записная книжка, в которую он записывал события и переживания своей жизни. Благодаря таким книжкам историкам стало много известно об ужасах войны. Так, это что? Ага, это какой-то... Опа, что-то нашел. Так, это какая-то барак, скорее всего. Почему нельзя-то? И почему? Ладно, разберемся с этим позже. Посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас ничего, кроме грязи и Красного Креста. Так, нас опять переместили в самое начало. О, сосисочки. Так, стоп. Что-то здесь можно сделать в любом случае, давайте проверим. Ему нужны подтяжки, за что он даст нам... Минникаменты. Хорошо. Хорошо. Пойдем найдем подтяжки, видимо. Склад. Да, вот этому чуваку нужны медикаменты, как раз таки. Хорошо. Следующий. Так, а сюда нас не пустят. Хорошо, 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 хорошо. Во, да. Здесь что? Да, пожалуйста. Ну, конечно, кто бы там подумал, что все будет легко. Здесь ничего легко, оу, не будет. Так. О, еще что-то подобрал. Вот это. И, видимо, как надо соединиться с этой гадостью. Так, я забыл, какие тут крутятся. Только эти две, да? Ну, какой в этом смысл? Так, видимо, все-таки вот так, потому что так они соединяются идеально, но... Видимо, что-то не так на улице. Давайте-ка. Беремся, и да, действительно, видите, кривая труба. Так само она виновата. Так, на простая труба. И... Потянем, потянем. Отлично. Ну, вот и наши подтяжечки. За подтяжечки мы получим с вами медикаменты. За медикаменты мы получим с вами что-то. И все будет, наверное, хорошо. Так, по-моему, нам наверх, да? Да. Нам в итоге надо получить мясо. Нет, плоди. Теперь крутим. Давай нам медикаменты, мужик. Отлично. Получили медикаменты, можно сваливать. И искать этого парнишка, у которого болит живот. Что-то ему очень... Очень уж хреново. Давайте ему поможем. На, парниша. Все. Че ты? О, мешок будешь сбрасывать. Ну, давай. Кидай. Третий тоже живу, да? Да, отлично. О, а, мы... Слушайте, а мы, получается, повязку взяли, как у тех ребят. То есть... Ну, давайте посмотрим, что... Упс. Сюда здесь моется. Чувак. Так. Нужно найти остальных ребят. Ага, они вот тут. О, да. Теперь он нас пропустил. Можем взять отсюда спокойно трубку. Как ребята играют. Мужик как раз намекает, что... Шарфик, видите ли, не тот. Так, и нам сейчас нужно туда же, где и были сосиски. То есть вот сюда. Отдать, по-моему, ему, да? Да. Отлично. Я так полагаю... Да. Я так полагаю, что все-таки нам надо вот так вот делать. Оп. Мясцо. Мясцо падает к нам в руки. Ой. Почему-то он берет помидоры в основном. Бам. Бам. У собаки, в принципе, без разницы, какое мясо есть. Мужик курит. Это хорошо. Ну, то есть это плохо, но это хорошо. Кушай, песик. Вкусный и вражеский песик. И пока у нас идет маленькая пауза, я могу прочитать еще частично. Коробка для печенья. Заключенные лагерей для военнопляных страдали от голода и часто воровали еду. В таких самодельных металлических коробках хранили хлеб и печенье. Отправляясь на работу, владелец брал коробку с собой, чтобы быть уверенным, что его сухпоек никто не стащит. В начале войны жетоны германских солдат из разных регионов сильно отличались друг от друга, как формой и материалом, из которого были сделаны, так и указанной на них информацией. В сентябре 1915 года бойцы получили жетоны единого образца, которые представляли собой диск с именем, датой и местом рождения, а также данными полка. Впоследствии данную модель также обновили. Это произошло в конце 1916 года. Письмо венгерского военнопленного Ну а теперь наша задача не попасть под лучи. Ха! Побегай! Кусай! 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 Кусай быстрей! Бежим!